добрый день вы на канале 18 соток и сегодня хочу вам рассказать как можно вырастить острый перец черенков как их укоренить как прорастить и что для этого нужно нам понадобятся черенки это вот черенок перца тринидад парфум и черенок острого перца квинлорин так я хочу сегодня показать вам какой способ лучше в чем проращивать сегодня мы будем проращивать в воде вермикулите перлит это почвосмесь и торф все будем обрабатывать корневином что нам для этого понадобится нам понадобится лезвие в перекись водорода и соответственно сами черенки торф я использую профессиональный это фирма классман германия вот такой вот мешок есть 200 литров вес такого мешка 50 килограмм ваш этого торфа 5 и 5 6 структуры мягкий просто супер можно использовать также тс-1 и тс-2 есть используя тс-3 только потому что он просто дольше и хорошо держит влагу тоже нем очень много питательных веществ очень-очень хороший торф всем советую какие черенки нужны для того чтобы вырастить полноценный перец во-первых черенки должны быть возрастом не менее хотя бы 6 месяцев если они будут совсем молоденькие они просто не пустят корни когда выбираете черенки надо брать черенки вот зеленой кожицы она не должна быть одревесеневшие как вы видите можно выращивать как с верхних с верхней части растения так и промежуточного вот нам нужен такой вот череночек что для этого надо нам нужен перекись водорода и надо обработать лезвие чтобы не занести никакой инфекции вот у нас такой вот черенок тут очень-очень много на нем листвы которая нам не нужна и надо будет удалять если к примеру у вас черенок на конце с очень большими листами вы просто берете этот листик и обрезаете укорачиваете его так как сейчас корневой системы нет в растении эти большие листья нам не нужны мы их удаляем вот здесь вот есть почки цветочные потому что растение плодоносило мы его обрезали она уже листья у него пожелтели все потому что уже корневая система заполнила полностью горшок и растению было довольно сложно вот так вот ну короче убираем пока вот это все сейчас уберу покажу почечки все поубираем так оставляем только самую верхнюю часть все остальное убирается все остальное отщипывается что мы должны с вами оставить это все убирается 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 как только появится корешки у нас вот здесь вот здесь и вот здесь появятся новые побеги мы этот побег уберем и этот уберем оставим только вот эти вот три значит где нам обрезать так берем лезвие пока обрезаем только ровно вот мы ровно обрезали что делаем дальше мы берем и наискось срезаем немножко дальше это обязательно берем лезвие и слегка как бы кончиком делаем небольшие углубления в коре раз можно два-три штуки делать вот раз и вот этим кончиком процарапаем ну конечно без фанатизма они и так чтобы до середины коры вот лишь бы повредить верхний слой слой зеленый вот этот вот дальше нам понадобится корневин это сейчас мы обрабатываем сорт который называется Trinidad Parfum все берем окунаем водичку чуть-чуть и обрабатываем корневином проращивать будем я уже говорил у нас есть вермикулит перлит почвосмесь и торф что для этого нужно берем вермикулит делаем небольшое углубление до самого конца вот сделали углубление перлит уже увлажнен запомните почва не должна быть очень мокрая она должна быть влажная ни в коем случае не мокрая все растение вставляем вместе с этой почкой вниз вот встали теперь берем и стаканчик слегонца обжимаем ну так как вермикулит уже намок и он хорошенько обхватывает вот так вот это все придется нам поставить на окно но ни в коем случае нельзя ставить на солнце на яркие под яркое солнце а он должен быть в притянемном месте так вот один готов у нас уже теперь берем тот же самый черенок я покажу вам как обрезать с почками вот даже видно если присмотреться видите вот вот уже появился новый побег так мы здесь ничего не убираем мы только обрежем так берем лезвицы можно оставить смесь за узлем вот здесь сделать царапины тоже будут корешки я привык делать по-другому так берем и под углом обязательно обрезаем вот вот такой должен быть срез я еще раз говорил черенки не должны быть отревесневшие и кончиком делаем небольшую царапину раз с одной стороны с другой стороны можно 2-3 царапинки сделать небольших повреждая верхний слой коры так берем раз, два, три мы можем сделать четыре вот здесь мы как раз его обрежем да, вот тут мы его сейчас обрежем черенок черезе попробую взять так вот у нас пошла потечка проснулась здесь мы режем ровно не под углом так обрезаем вот у нас еще один черенок да, хотя даже мне кажется это чересчур будет длинный давайте, наверное, укоротим его и сделаем из них два два череночка, мне кажется, будет самое нормальное вначале обрезаем верхушку ровненько и вот у нас чуть-чуть оно тут откололось сейчас мы это место и под углом срежем берем проводим опять же линии царапины эти правда неудобно вот так вот так или чем-то острым желательно, конечно, съесть нож кончиком ножа обработать его так намочили и обрабатываем опудриваем корневином много разных активаторов роста и укоренителей я пробовал вот пробовал корневином нормально получается зачем что-то изобретать новое если вы хотите вы можете попробовать все что вы хотите любые эти самые любые укоренители может в каком-то будет и лучше если кто-то пробовал какой-то другой укоренитель напишите, пожалуйста, в комментариях я попробую тоже я уже высадил тринидад парфум и поставил в воду вот видите междоузли междоузли у этого сорта они рядышком во-первых, не сравнить с квинлорин квинлорин вы видите сами уже междоузли как бы размножать его вы сами понимаете листок будет здесь листок будет здесь желательно, конечно боковыми побегами так, что касается водички водичка здесь дождевая либо вы можете взять обычную воду кипяченую и залить сюда кипяченой воды еще один нюанс ни в коем случае нельзя в одну емкость ставить черенки разных сортов они у вас просто-напросто не появятся на них корни только можно поставить 2-3-4 черенка одного сорта именно какого-то определенного вот и крышечка самое лучшее прорастает корневая система быстро отрастает это вот полностью закрытых каких-то сосудах и чтобы плавно не попадал туда свет если вы будете примерно проращивать корни вот в таких баночках что я делаю я беру вот такую банку ставлю в нее какой-то черенок потом эту банку опускаю во что-то в керамическое там или чашку и сверху накрываю ну если большая часть например 5-6-7 баночек таких у меня как бы я не буду там целую кучу чашек я просто беру какой-то сосуд один большой какой-то корыца вставляю в корыцу и сверху их все это накрываю почему именно нельзя на свет здесь на солнечное от яркого солнца начинает прорастать зеленое даже не как оно называется водоросли зеленые и вот эти водоросли забивают поры у черенков и это место начинает покрывается таким как плесенью таким скользким и черенок соответственно сгнивает так мы сейчас будем резать черенки сорта квинлари обрезаем один черенок лишние побеги обязательно надо удалять вот это все должно удаляться отщипываться вот у этого сорта если посмотреть на черенок такое впечатление как будто он одеревесневший на самом деле это я не знаю только что это скользкое гладкое наподобие как пленка какая-то и вот на таких тоненьких маленьких точечках на самом деле черенок вот если посмотреть на срез он зеленый и придавить он мягкий сам по себе это единственный как бы сорт такой что у него вот такая вот именно структура черенка начинаем нарезать эти черенки можно брать раз два три три междуузли но это вполне хватит обрезаем здесь можно даже на искать не срезать почему даже черенок очень-очень маленький желательно конечно брать черенки чтобы они были потолще вот это будет черенку ну это я не знаю наверное в январе вот он появился он такой маленький хотя можно брать чуть потолще и берем просто лезвие протянули с одной стороны протянули с другой стороны все опять же водичку чуть-чуть корневин и следите за тем чтобы почва то во что вы сажаете чтобы она ни в коем случае не пересыхала в противном случае растение у вас погибнет и не заливайте его оно не должно быть сильно мокрым есть сорта перца которые очень-очень сложно черенки чтобы появились на них корни приходится ворочить голову я все такие черенки обязательно ставлю в тепличку вы можете поставить их в полиэтиленовый кулек либо я не знаю там какую-то коробку но главное чтобы попадал на них свет обязательно если свет не будет попадать никаких корней у вас не будет ставите такое не чтобы не прямые солнечные лучи чтобы было притяненное можете накрыть его просто полиэтиленовой пленочкой ну обязательно должно быть какое-то небольшое отверстие чтобы мог заходить на свежий воздух нельзя закрывать плотность иначе они у вас сгорят все вот эти черенки все абсолютно видите он сейчас листочки повесил и он вращается внутри если посмотреть видите если вы его поставили не надо его крутить не надо его брать в руки туда же излишки у нас листьев надо листья часть убрать вот не надо крутить иначе корешки очень тоненькие вы их сразу посворачиваете вот поставили прижали его установили и все только поливаете ни в коем случае не крутите его некоторые начинают поднял и начинает рассматривать вот там так стоял он сначала солнце так он его поставил так все растение начинает поворачивать листья в другую сторону корни не растут ни в коем случае самое 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 основное как вы его поставили так он и должен стоять он не должен вращаться никуда до тех пор пока не появятся корни корни появляются где-то через полтора даже ну в некоторых бывает еще через месяц а уже само цветение первые цветочки вы можете увидеть где-то через два месяца два-два с половиной месяца эти ростки уже начнут свисти начнут давать плоды ну конечно как растение очень ослабленное нежелательно давать ему цвести как только цветочки появились желательно оборвать их до тех пор пока не сформируется нормальный куст но это где-то пройдет ну наверное месяц 4 только потом вы можете оставить там 10-15 цветов и дать плодоносить этому растению вот еще бывает вот такие вот черенки сейчас вам покажу сейчас мы сразу обрежем ровненько где уже вот видите полно отростков мы их обязательно все удаляем появятся еще новые о можем оставить только вот этих вот два и оставить сам этот черенок и опять же говорю желательно вот я беру лезвие сам так вот раз вот видите кожицу снял первый слой я не знаю будет видно не видно вот посмотрите видно наверно да вот так вот и водичку и корневин вот попробую вам показать как надо лезвицем чуть-чуть поддирать вот оно видно видите снят только зеленая часть не надо драть до самой середины вот посадили мы черенки перлит и вермикулит уже был заранее смочен водой чтобы они напитались влагой они видят если брать он видно что он влажный он не мокрый вермикулит конечно влажноватый что касается торфа и земли я их не поливал вот сейчас мы посадили теперь прольем ну опять же не сильно главное чтобы вот первый раз сейчас мы прольем вода пройдет насквозь и выйдет с обратной стороны нам главное сейчас первый раз намочить полностью почву вот мы сейчас промочим ее земля уйдет то есть вода выйдет снизу через отверстие дренажное и все потом мы поливаем только по чуть-чуть как только подсохло берем трубочку ну такого я пользуюсь такой трубочкой я показывал если там кто-то смотрел мои видео и берем вот так вот по краю чуть-чуть раз пролили вы поняли сильно не заливать почему потому что корневой системы здесь нету если вы зальете черенок просто-напросто зниет и опять же главный свет так что касается черенков лучше конечно сажать чтобы у них были листочки новые сорта чуть попозже посмотрите на балконе будут выращены практически ну не знаю сортов на на раз 70 это симподы тринедады фуджалоки все-все самые сверхострые сорта вы можете увидеть как они будут расти в комнатных условиях я вам расскажу там очень много нюансов чтобы вас это растение не выросло два с половиной метра в высоту что нужно сделать чтобы оно у вас осталось сантиметров 50 хотя если вы садите в огороде оно может там и полтора метра быть в высоту вот эти вот растения что я вам показывал а кстати сожалению сразу прошу прощения за плохое качество я сначала снял видео показал вам эти растения которые у меня на окне потом обрезал их потом посмотрел видео и увидел что оказывается все темно ничего не видно сразу прошу прощения за это итак вот эти растения они уже растут год сначала они были маленькие сантиметров по 60 но когда я их оставил под зиму я соответственно покормил их хорошо и растения начали потихонечку вытягиваться а вытягиваться почему потому что мало света я не стал уже для них лампочки ставить как бы ну так для красоты они у меня служили плоды я с них не собирал почему потому что плоды в зимнее время маленькие ну часть конечно я обрывал их вот начиная с января я же полностью обрывал все пообрывал все полностью плоды и вот сейчас мы их вырастим пускай они растут просто на окне это будут они для красоты так вот полил я сейчас водичка вся сечет и я поставлю их в тепличку и посмотрим что у нас получится в конце вы посмотрите выберите сами какой способ вам больше нравится либо перлит либо торф либо почву смесь либо вермикулит тут уже можете торф выбирать как как лучше сейчас я покажу вам как в какой тепличке я ставлю если кто не смотрел мои видео можете посмотреть там есть видео как изготовить теплицу до дома как выращивать в ней я покажу там есть видео где я выращиваю перец посмотрите какой перец красавец так ну что сейчас водичка сечет я поставлю в тепличку свет должен быть 16 часов тепло свет и удача вот стаканчик я закрыл таким вот стакетиком видите внутри из чипсов сверху непрозрачный не пропускает свет сверху крышечка вот она с прорезью если видно вот такая вот прорезь и все свет туда не попадает и все даже сейчас буду вставить в теплицу вот так вот выглядит моя тепличка это ящик где лампы стоят светодиодных это вентилятор кулер свет управляет состоит термодатчик датчик температуры ящик закроется температура для укоренения где-то 22-24 градуса не выше они не любят очень высоких температур так что во второй части я покажу вам результат что получилось если кому-то что-то интересно по поводу выращивания перца можете зайти на мой канал там очень много видео много перцев показаны как они растут и будет очень много видео и не только по перцам но и по томатам а сейчас я хочу вам показать как же обрезать перец после зимовки формировать кустик потом в дальнейшем покажу как его пересаживать так что приятного просмотра вот у меня четыре сорта перца тринидад парфум это у нас квин лари колпак петрушки это я уже не помню что это за сорт я в прошлом году оставил их не стал обрезать на зиму четыре штуки здесь стоит это окно было полностью закрыто зеленью и висела масса плодов очень было красиво жалко конечно было обрезать я решил его оставить оставить до весны весной обрежется формируются новые кусты так и сегодня я вам расскажу как же надо обрезать и как формировать новый куст эти перцы были посажены в горшки емкостью 6 литров здесь торфяная смесь биогумусом и за зиму корневая система полностью заполнила емкость горшков соответственно сейчас начался медитационный период у перца вот он некий цветет плодоносит но так как корни заполнили полностью горшок не хватает силы у перца и поэтому плоды все мелкие листья начинают осыпаться надо обязательно обрезать и перевалить в большую емкость емкость должна быть где-то 6 литровый горшок емкость должна быть около 8 либо 10 литров если 10 литров это конечно будет во много раз лучше если этого не сделать ничего не получится просто у вас будут постоянно всыпаться листья плоды будут мелкие и в конце концов растение погибнет например для начала возьмем триндад парфум как видно здесь ствол практически голые листья осыпались потому что не хватает питательных веществ не хватает солнца и начинает свисти куст завязываются плоды силы не хватает и все это осыпается так как же его надо будет сформировать если внимательно посмотреть здесь вот видны молоденькие побеги вот свыше развилки на вот этот вот листочек вот я вот здесь вот обрежу вот в этом месте и здесь обрежу на раз два три на четвертой почке обрезается обрезается следующий следующий у нас идет еще один сорт это сорт дундикут ну здесь более мощная у него развилка очень много листвы здесь обрежу вообще коротко вот до сюда вам вот эту вот часть молодого побега ставлю вот она идет у нас вот эта часть а это все полностью удалится ну как бы одной рукой показывать обрезать довольно сложно я обрежу расскажу и покажу так следующий квинлари здесь как бы уже идет полностью голый ствол доходит до развилки и только после развилки начинается уже как видим там куча цветов его придется оставить одну веточку здесь это все убрать здесь одну оставить веточку и ждать до тех пор пока здесь на основном стволе не появятся новые побеги и только потом уже будем формировать основную часть еще один колпак петрушки тоже довольно высокорослый я его обрезал уже немножко вот у нас уже плоды позавязывал здесь основной ствол и разветвение вот этот центральный ствол можно убрать вот до вот этой вот части ну сейчас я покажу вам как они выглядят до обрезки а потом обрежу и покажу как они будут выглядеть после обрезки вот они идут одной рукой будет неудобно одновременно и снимать и обрезать сейчас обрежу и расскажу все как это дальше делать вот я и провел обрезку вот растение было обрезано осталось новые цветочки надо все будут которые здесь все цветы полностью удалять плоды тоже вот висят все это должно удаляться не должно оставаться здесь цветов мягких плодов все цветы все удалим вот нижняя поросль идет мы пока оставим ее как только значит формироваться кустик мы уже посмотрим что удалить что оставить так квинлари это высокорослое растение вот какой у нас ствол полностью голый ничего вообще нет я обрезал все только оставил на каждой части по одной небольшой веточке как только где-то появятся новые ростки мы обрежем его вот до самой развилки ставим одну развилочку это все вот так обрежется верхняя часть выбросится верхняя останется и можно сформировать уже куст второй кустик обрезанный вот тоже видите здесь полно цветов это все придется удалить цветочки удаляем вот ствол начинает внизу еще подрастает новые росточки мы их оставим так и тринедад парфум одну веточку я оставил на развилочке пока здесь не появятся новые побеги потом опять же выше развилки вот эта часть удаляется или даже можно удалить ее прямо вот здесь вот здесь удаляется вот нижняя часть если можно посмотреть здесь уже видно вот новые росточки идут ну я не стал удалять почему потому что может гнить корневая система почему потому что нету листьев всасывающие корни которые находятся практически на поверхности почвы они перестанут подавать воду в ствол растения и корни начнут гнить короче можно сказать растение остается без корней так что надо обязательно оставлять вот такой вот хорошо сформированный участок растения так и будем ждать пока все это дело у нас не нарастет как только появятся новые побеги это первая часть пока видео во второй части я уже покажу сразу как все это будет выглядеть да вот еще один забыла показать вам вот здесь уже такие побеги небольшие есть но так как он почти полтора метровой высоты мне пришлось его обрезать немножко ну самое главное поливать по чуть-чуть вообще практически чтобы земля была чуть-чуть влажная если перелить растение соответственно сниет вот кустики уже были обрезаны сразу прошу прощения за качество видео как бы уже обрезала потом только увидел что качество нехти надо было сначала просмотреть в следующем в следующей части во второй я покажу как будет выглядеть эти кусты как их окончательно сформировать как сделать перевалку какая подкормка нужна какой полив какая почва так что если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь и до встречи во второй части до встречи